Сегодня я хочу прочитать вам свою собственную сказку из жизни зубных фей. Жили-были две девочки, хотя жили-были это обычно про старика со старухой говорят, а тут две маленькие симпатичные девчонки, но традиция есть традиция. Итак, жили-были две девочки-сестренки и однажды у старшей девочки выпал молочный зуб. Сначала по этому поводу, как водится, были пролитые реки слез, а потом мама сказала, что зато сегодня прилетит зубная фея, заберет этот зуб и положит под подушку конфету и слезы горя сменились на живой интерес. Девочка весь вечер расспрашивала, как выглядит фея, как она попадет в комнату, зачем ей эти зубы и так далее. Мама отвечала, как могла, но была слишком занята и ясности не прибавилось. Так и настал вечер. Девочка улеглась в кроватку и строго-настрого наказала младшей сестренке спать скорее, а то к ней должна прилететь фея, а ее запросто можно испугнуть. Так незаметно обе и уснули. Ночью девочка неожиданно проснулась и полезла под подушку проверять, не появилась ли конфета. И нужно было такому случиться, что в этот момент под подушкой оказалась не только ее ладошка, но еще и чья-то другая, такая же маленькая. Девочка взвиснула и хватит эту ладошку, и вдруг кто-то в темноте сказал, ну вот опять. Что опять поинтересовалась девочка? Забыла проверить, насколько крепко ты спишь, и теперь придется отвечать на целую кучу твоих вопросов, сказал кто-то по голосу явно не взрослый. Ладно, начинай. Девочка дотянулась до маленького ночника, и он тускло засветился. Перед ней стояла обычная девочка, чуть старше нее самой, в обтягивающем черном костюме и маленькой сумочкой через плечо. В одной руке у девочки была салфетка, в которую мама перед сном аккуратно завернула выпавший молочный зубик, а в другой руке большая конфета. Да-да, я зубная фея. Да, я знаю, что наряд странный для феи, но с чего вы все взяли, что я должна носиться ночью по городу в больном платье? Ты представляешь, как это выглядело бы со стороны? Но твой костюм даже не светится в темноте, сказала девочка разочарованно. А ты хочешь, чтобы люди каждую ночь фотографировали кучу странных огней в детских комнатах, или, что еще более вероятно, на небе, и чтобы через несколько минут по небу носились истребители воздушной обороны в поисках инопланетян? Ну, тебя всегда рисовали в такой красивой, светящемся бальном платье, а этот костюмчик какой-то совсем ненарядный. Я бы такой не надел и даже в садик. Вот кто рисовал, тот пусть и объясняет, откуда он это взял. Может, костюмчик и ненарядный, зато практичный и аэродинамичный. Аэро чего? Ну, в нем легче быстро двигаться, воздух его не задерживает, обтекает со всех сторон. Знаешь, сколько в одном только нашем районе сегодня вызовов? 24. И везде нужно успеть до утра, а то дети проснутся, а конфеты нет. Ну и сама понимаешь, сразу слезы, сопли, обида. У нас в садике есть урок робототехники, но про какие-то аэрокостюмы мы пока не проходили. Да это не очень приятно, когда ждешь чего-то хорошего, а его нет. А ты только конфеты даешь? Я слышала, что иногда феи кладут денежку. Может, поменяешь конфету на денежку, а конфету мне и мама дать может? Хитрая какая, младая еще для денежки. На денежках микробы водятся, а дети все в рот тащат, так что уж лучше конфету. От одной конфеты раз в несколько месяцев зубы не сильно пострадают, да и молочные они у тебя еще, тренировочные. Будешь хорошо за ними ухаживать, научишься зубы чистить и скоро появятся новые, красивые, постоянные. Следующий на очереди вопрос, как обычно, будет о том, почему я такая маленькая, так? Откуда ты узнала? Удивилась девочка. Думаешь, ты первая, кто проснулся не вовремя? Я таких бесед только за последний год уже штук 20 имела. Так если ты всем рассказываешь все, то почему тогда никто не знает, какая ты на самом деле? Да ты, как я посмотрю, очень смышленная, сразу перескочила через несколько вопросов. Обычно до этого вопроса либо вообще не доходит, либо его задают уже когда-то ближе к концу беседы. Ну ладно, отвечу вне очереди, потому что в самом конце я тебя поцелую в особую точку над ушком, ты заснешь и утром уже ничего не вспомнишь. Девочка задумалась на секунду и ничего не сказала, но про себя твердо решила, что будет тянуть разговор до последнего и ни за что не даст поцеловать себя в эту особую точку, а завтра все расскажет маме и сестренке, а вечером еще и папе, когда он вернется с работы. Кто-то будет разговоров, удивления и вопросов. Я буду героем дня, подумала девочка, а может и года. А сейчас ты, как шибко умная, думаешь о том, что не дашь мне поцеловать тебя над ушком, да? Засмеялась фея. Девочке даже стало немного стыдно, что фея обо всем догадалась, поэтому она решила быстро перевести разговор на другую тему. А почему ты вообще тогда со мной разговариваешь? Могла ведь сразу сделать так, чтобы я заснул и улететь. Такова инструкция. Если ребенок проснулся, то я обязана с ним немножко поговорить, правила приличия такие. Кто, когда и зачем это придумал, никто уже не помнит. Вот как. У вас и инструкция есть. И кто ее тебе дал? Мама. Кто же еще? А кто твоя мама? Ну как кто? Зубная фея, конечно. Я вот тоже уже дипломированная зубная фея. Правда, пока первого уровня. Это как это? Значит, ты не одна такая фея? Ой, не могу. Ну а как ты себе представляешь одну фею на весь мир? Тут один район облететь за ночь двадцать раз ни сил, ни времени не хватает. Ни то, что весь город или целый мир. Большая уже, а все сказке веришь. У нас в каждом районе по фее, а где-то и по две, как в нашем. Я и моя мама. Вы с ней что, по очереди летаете к детям? Ну да. Только она очень заслуженная фея. Ее часто приглашают читать лекции и обмениваться опытом с другими молодыми феями. В эти дни я вообще одна работаю. Сегодня вот она в Лиссабоне. Знаешь такой город? Нет, если честно. Завтра попрошу маму показать. Это вряд ли вздохнула фея. Почему? По кочану. А как тебя зовут? Меня зовут Злата, сказала девочка. А тебя как? Могу сказать тебе, но только шепотом. На ушко. Инструкция не велит называть свое имя громко. Девочка с интересом придвинулась поближе, чтобы услышать имя. Но фея быстро поцеловала ее в особую точку над ушком и там моментально заснула. Ну вот, Злата, теперь все по инструкции. Спокойной ночи тебе. Что-то мне подсказывает, что мы еще поболтаем. Фея выключила ночник, положила конфету под подушку и мгновенно растворилась в ночи. Ведь у нее на сегодня было еще штук 15 вызовов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok